Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в студии 25 часа. Геннадий Андреевич, добрый вечер. Здравствуйте. Мне интересно, как вы ответите на вопрос, ну даже не вопрос, а тема, многообразие России для современного мира. Что мы можем этому миру предложить, чего от нас ждут? Ну, знаете, вообще-то от нас много ждут. В свое время мы были полисом силы, мы были второй державой мира, с нами считались все в этом мире. Я служил три года в армии в Германии, со мной немцы через дорогу здоровались, сержантом советской армии. Проехал 70 стран мира, пускали на все трибуны, и у нас было много друзей. Мы подготовили 600 тысяч классных специалистов, 10 президентов говорили по-русски. Так что мы многое можем. А с другой стороны, у нас треть мировых сырьевых запасов, половину черноземов, половину хвойного леса, планеты, половину пресной воды. Это три возобновляемых ресурса. Нефть и газ уже наполовину истопили. И впереди, а есть еще, если взять нашу литературу, духовность, культуру. Вы перечислили то, что у нас было, как к нам относились 20 с лишним лет назад, и перечислили сырье. Ну, слушайте, а что мы умеем-то? Умеем. Мы умели все делать. Наша Академия наук давала треть мировых изобретений. И сейчас, если провести качественную политику, из страны убежало полтора миллиона очень квалифицированных, подготовленных людей. Восемь из десяти, говорит, завтра вернемся. Мы все равно тут люди второго сорта. Но куда? В какую лабораторию? На какую зарплату? Где будет детский сад? Где будет жена работать? Эти вопросы все решаемые. Для этого нужен другой бюджет, другое правительство, другой подход, другая информационная политика. Не выталкивающая наши таланты за кордон, а собирающая их. А почему же у нас нет другой политики? Это очень важно. Это ключевой вопрос. Как вот влезли... Мне казалось, Путин, когда пришел к власти, мы почти день провели на сталинской даче. Он задавал много вопросов. Как случился 91-93 год, что можно сделать, каким образом. Открывайте его первое послание за сильное государство, социально-ориентированную политику, за поддержку талантов, за честный, достойный бизнес, за правовую систему, за открытые и достойные выборы. А потом опять все, провалились в эту грязную, вороватую ельцинско-гайдаровскую колею и понеслось. Ему надо срочно менять правительство, сформировать правительство национальных интересов. Ельцин вынужден был после дефолта это сделать. Он с нами не разговаривал. Вы имеете ввиду Примаковское правительство? Ну, понимаете, дефолт обвалилось, вдруг звонит, что делать. Я уговаривал Примакова, Маслюкова, Герасченко. Это сформировали, ведь мы тогда за 8 месяцев от края пропасть и страну оттащили. Геннадий, я не хочу вспомнить, сегодня многое можно решить. Почему вы не направляете отправиться? Я послушал сегодня эту дискуссию на Валдайском клубе. Встает Владимир Рыжков, оппозиционер, несистемный, жесткий человек, принципиальный. И начинает лить мед, говорить, как хорошо, как у нас здесь свобода слова на Валдае. Можно обсуждать разные темы. Но, может быть, мы обратим внимание на то, как выборы проходят в регионах. Вот такой вопрос от оппозиции. Все, ну не все, но многие эксперты удивились. Где зубастые вопросы? Где наша оппозиция? Ну, вы же представитель крупнейшей парламентской оппозиционной фракции. Почему вы не направляете? В июле месяце мы обнародовали 10 требований к нашему правительству, которые настаивают на ее отставке. 102 депутата подписали, собрали 2 миллиона подписей на улице. И 130 тысяч в сети интернет. В ближайшее время получим бюджет. А бюджет правительства отвратительный. Предлагают сократить на 5% все статьи, кроме защищенных. А некоторые вообще обвалят. Ни одной проблемы не решают. Мы предложили национализацию минеральной сырьевой базы. Не хотят. Захватили 15 кланов и вывозят деньги. За прошлый год продано сырья, вдумайтесь, на 16 триллионов рублей. 6 попало в казну, 10 растащило нашей международной олигархи. Что Путин не понимает это? Понимает. Почему не принимают меры, чтобы деньги в стране работали? А какова надежда на то, что вот эта ваша инициатива об отставке правительства, на которую вы собрали 2 миллиона подписей, чтобы она была реализована? Уверяю вас, она будет реализована. Но я не хочу, чтобы получилось, как в 98 году, когда все обвалилось, все рынки рухнули, все банки, кроме Сбербанка, схлопнулись. И после этого собрались и в срочном порядке принимали пожарные решения. Не хочу. Мы можем это принять в ближайшее время. И страна должна наставить на этом. В этом году промышленность рухнула почти с 8% до нуля, ушла в минус. ВВП темпы сократились в 3 раза. 500 тысяч бизнесменов малой и средней руки разорились. В этом году обещали 90 миллионов тонн зерна. Будет на 10-15, а то и 20 миллионов тонн меньше. Цены уже поднялись на продовольствие. А вы говорите, мы не хотим, чтобы схлопнулся. То есть вы предлагаете еще подождать? Нет, мы предлагаем, ну понимаете, чтобы отправить в отставку правительство 226 голосов. Жириновский, как всегда, пошумит, но проголосует, как прикажут. А справедливцы, как всегда, развалятся. Вот только что голосовали по Академии, всем очевидно. Это блицкрик, 48 часов в первом-втором чтении. Потом взмонтовали 48 часов в обзором-третьем. Вы сами сказали о том, что собой представляет думская оппозиция. Этот проголосует как надо. Это не оппозиция. Реальная оппозиция только мы. Смотрите, какие разговоры сейчас ходят. С программой, с командой, с людьми, с способными. Геннадьевич, после 8-го числа. Какие разговоры ходят среди экспертов? Вся наша оппозиция, системная, набрала меньше, чем один блогер. Это что, оппозиция? Да нет, это не серьезно. Это не блогер набрал. Это раскрутка, вот, или извините, точь-точь так раскручивали Ельцина. Если остальные забыли, у меня все в деталях на памяти. Московские новости и огонек рушили идеологию советской эпохи. Ельцин, оппозиционер. Я, он стал в медицинской части по месту. Он туда не заходил. Он надо мной жил, он сосед мой. Он ездит на общественном транспорте. Он проехал две остановки от метро Маяковская и больше никогда не садился в общественный транспорт. Вот этот блеф сегодня реализуется в лице Навального. Извините, это будет хуже Ельцина. Но раскручили в Москве сумасшедшие деньги. Я открываю три американские главные газеты. Три недели на первых полосах они нам придумали нового президента. И раскручивают его, раскручивают. Я уже говорил и выступал. Или вы все забыли? Ведь это будет хуже. Ельцин, хоть когда проспался, вспомнил, что зря он запретил пионерию комсомолков. Эти, это изголодавшаяся публика, которая будет рвать на части. На Россию им наплевать. Вы сказали про статьи американские. Так они же уже у нас в прессе выступают. И в какой правде.ру Маккейн опубликовал статью? Ну, поделитесь впечатлением. Во-первых, почему в правде. А во-вторых, что, как вам понравилась статья? Ну, Маккейн вообще русофоб. Главный русофоб в Америке. Я его выходки давно знаю. С времен Вьетнама. Но дело не в этом. Понимаешь, он нам готов назвать новое правительство. Но его правительство, это господин Навальный с его изголодавшимися ребятами. С другой стороны, он сам призывает развязать большую войну. Ведь у нас были союзники Югославии, отдали, растащили. Мы потеряли в одной линии прямой и упущенной выгоды почти 20 миллиардов долларов. Сирия наш естественный исторический союзник. Там 30 тысяч людей, которые знают русский язык. Вы поддерживаете? То, что в последнее время делает Путин и Лавров по отношению к Сирии, не только поддерживают. Считают, заняли правильную позицию. Ведут последовательно, жестко, настойчиво, одновременно, довольно умно и грамотно. Они заручились союзниками в Европе, они максимально гибко проводят эту политику и быстро принимают решения. А что касается в целом наших интересов внешнеполитических, американцы смотрят нас как на клиентов. Господин Маккейн первый в этом ряду. Мы им не партнеры. С партнерами так по-хамски не поступают. Геннадий Андреевич, Владимир Владимирович сказал, что не исключает своего участия в президентских выборах 2018 года. Я не могу вас об этом не спросить. Нет, мне кажется, он поторопился. Он пообещал на прошедших выборах обещание надавал на 5 триллионов рублей. Обещал, что создаст 25 миллионов рабочих высококвартирированных мест. Это вы к тому, что ему будет тяжело платить? Нет. Вы будете или нет платить? Одну минуточку. Это не выборы. Это большая халтура, лажа, которая вообще похоронит такого рода выборы. Семь человек на эти выборы уже не пошли из десяти. Они хотят в этой грязи, в этом дерьме возиться. Поэтому давайте отремонтируем выборную систему. Давайте предложим новую экономическую политику. Давайте проведем открытые нормальные дебаты. Давайте выстроим разумную политическую систему. Они тот винегрет, который сейчас навязали в Ярославле, бюллетень был метр, левых партий 10 штук. Что они сделали? Они растащили по 2-3 процента и 20-30 процентов себе ухнули у Единой России вот так называемых спойлеров, которые они сами создали. Это все парламентские выборы. Вообщество, в том числе и выборы президентские. Вы будете участвовать? Может вы так же уклончиво скажете? Не исключаю. До 2018 года много времени. Сейчас выращиваю молодую талантливую смену толковых, грамотных, молодых политиков. У нас прекрасно развивается Новиков, Афонин. Мы готовимся, в том числе и к будущим выборам серьез. Спасибо. Геннадий Зюганов был сегодня гостем программы и высказал свое мнение по главной теме дня – многообразие России в современном мире.